Дальше у нас в планах есть. Я на Цадансар 21-го увидел, 21-й на день родного языка мы приглашаем Сергея Гучиноча, он 20-го придет, ой, не 20-го, 5-го он придет, имейте в виду. Он тоже будет с вами разговаривать о халмыцком языке, тоже очень полезное, я думаю, будет занятие, лекция. Пожалуйста, в 6 часов он должен будет прийти сюда с нами побеседовать. И следующий момент, следующий момент. Идеканжен вам, Юрель задавал, объяснял какие-нибудь благопожелания? Не объяснял, да? Времени не хватило. Ну, надо было по благопожеланию, я ей говорил, расскажите там. Сегодня, значит, мы посмотрим. В прошлый раз мы переводили, сегодня продолжаем. Многое из того, что на прошлом занятии, честно говоря, прошло полторы недели, полторы недели, не знаю, вы работали дома, нет. Вот многое из того мы сейчас заново будем повторять. Произносить. Пока есть просто отдельные фразы, я вам буду подсказывать, как произносить. Какие-то слова и в правила будем комментировать. Если кому-то непонятно, спрашивайте обязательно. Вопрос нужно задавать. А то мне же непонятно обратно, если реакции нет. Хорошо? Так, сейчас с этого начнем. Потом в конце там какие-то диалоги идут. Дальше посмотрим. Сегодня у нас вот эти продолжаются темы по поводу РКБ, семья, какие-то еще определенные вопросы. Если время будет сегодня, мы начнем тему режим дня. Тоже нужные в быту каждый день, каждодневные какие-то вопросы, ответы. По ходу дела я объясняю еще и грамматику. Почему это правило, почему эта буквка выскочила, а почему другая. Так, пожалуйста, начинаем. Гемим тавтин тогда. Или гемян сурджанав тогда. Пожалуйста. Гемян сурджанав. Говорите. Гемян сурджанав. Орджи болгхи? Возле вас можно не присесть. Тана. Вот запомните конструкцию, запомните именно конструкцию. Не сухо болгхи, сухо это начальная форма, да? А нам нужна конструкция. Если болхи, можно ли? Переводится как болхи-е. А то, какое действие вы хотите совершить, окончание, суликс будет дже. Су-дже-болхи-е. Кель-дже-болхи-е. Гар-дже-болхи-е. О-р-дже-болхи-е. Можно ли зайти, можно ли выйти, можно ли присесть? Можно ли сказать, как будет? Кель-дже-болхи-е. Можно ли уйти? Ор-дже-болхи-е. Уйти можно совсем? Я учу-волхи-е. Так. Можно ли у вас спросить? Да, это было? Можно ли у вас спросить? Танас-сур-джу-болхи-е. Здесь уже у вас. Танас-сур-джу-болхи-е. Это танас-сур-джу-болхи-е. У одного. Человек уважительно обращение на? Вы. Танас-су. Если у количества, множество. Танас-су. Тад-да. Тад-да-на-су. Там будет тад-дн. А один человек это та. Тад-да-на-су. Так. Дальше идем. Танас-сур-джу-болхи-е. С вами можно ли с вами познакомиться? Тан-ла-сур-джу-болхи-е. Опять-таки та. Та это один человек, да? Обращение. С вами тан-ла. А если с вами много? Тан-ла. 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 Правильно. Здесь тан-ла. Тан-ла. Познакомиться. Тан-ла-тан-л-джу-болхи-е. Тан-ла-тан-ла-тан-л-джу-болхи-е. Опять-таки вопрос. Интонация там и так далее. На сегодняшний день мы, может быть, вполне можем в разговорной речи встретить и такую форму. Тан-ла-тан-л-джу-болхи-е. Без всякого и. Просто головой, там, жестами какими-то. Или же интонацией. Болхи-е. Или не болхи-е. Но в грамматике в любом случае мы должны это обозначить. Должна присутствовать в вопросе частица и-е. Болхи-е. Говорить вы можете хоть и болхи-е без и. Но правильно нужно писать. Тан-ла-тан-л-джу-болхи-е. Ответ. Ответ, Гич, я шелинку на калмузском. Ответ. Нет, нет, ответ как будет. Слово ответ. Молы-и. Харю. Харю. Харю гисн этот ответ. Харю-эктын гисн. Дайте. Дайте ответ. Нужно дать ответ. Как сказать? Харю-е. Харю-е. Г-е. Керг-е. Керг-та. Харю-е-кер-кта. Нужно дать ответ. Так. Тан-ла-тан-л-джу-болхи-е-гат? Бол-хи-е. Не Бол-хи-е будет, а Бол-х-е. Бол-х-е можно. А может быть нельзя? А, да. Бол-ш-го. 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 Это ответ. Так. Как вас зовут? Тан-ла-тан-л-джу-болхи-е. Ё-моё. Рядом написал. Блин, я думал, я же стерл. Где она? Не надо стирать. Не, стирать надо некоторую вещь. Тан-ла-тан-л-джу-болхи-е. Вот не надо, мы сейчас перепишем. Вот смотрите, почему МБ? Вопросительное предложение. Вот теперь я вам объясняю вот именно, как должно быть, без всякого объяснения пока, почему. Смотрите, вопросительное предложение. Раз, вопрос, когда вы задаете кому-то, да? Последнее предложение в слове, ой, последнее слово в предложении заканчивается на Н. Кен. Танан-эрн-кен, да, получается? Вот по правилам халмыцкого языка, если в вопросительном предложении последнее слово заканчивается на звук Н, вот этот звук Н меняется нам Б. Танан-эрн-кен-бэ. Еще давайте примеры такие, чтобы вопрос был и последнее слово на Н заканчивалось. Это чей мальчик? Эн-э-кэ-э-э. Эн-э-кэ-э-э. Кэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- И это же правило распространяется на восклицательные предложения. Когда вы эмоциональное предложение, восклицательное, когда произносите, какая красивая девушка. Просто так восхититься, какая красивая девушка. Так неправильно. Мбэ должно. Понял? Это если последнее слово заканчивается на звук Н. Если последнее слово в опросительном предложении заканчивается на любой другой звук, на гласную или на согласную, добавляется звук В. К примеру, да? К примеру. Например. Что там? Это чей учебник, например? Это чья книга? Это чья книга. Вы на сегодняшний день в лёгкую просто-напросто скажете. Так же? Скажете так? Это чья книга? Это чьи ключи? И правильно, нужно грамматически правильно проговорить и произносить. В добавляем. И это будет правильно. И в том числе и восклицательное предложение тоже В добавляем. Какие маленькие ключи там? Ну, просто для того, чтобы грамматику вам показать я этот пример провел, да? В каких случаях пишется букву В? В? Во всех других. Во всех остальных, если слово заканчивается, не на Н. Вопросительных предложений. Давайте спросите, задайте какой-нибудь вопрос. Это чьё там? Какой-нибудь предмет любой, давайте. Это чей платок? Альчурве. Энкена? Альчурве. Альчурве. Да? Еще что-нибудь спросите, это чей там цветок? Энкена цецкавэч. 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 На Н чтобы закончился. Это чья машина? Энкена? Машинбэ. Машинбэ. Это чья лошадь? Кончает. Машинбэ, да? Машинбэ. Понимаете? На гласную давайте. Это чья собака? Энкена? Нуха? В? Вопросительные предложения специальные, которые имеют... Воскульцальные? Ну да, заканчиваются на какие-то определенно согласные или гласные звуки. Нужно добавлять обязательно в вопросительную частицу Мбэ и В. В специальных вопросах. А специальные вопросы это что такое? Это когда присутствует какое-то вопросительное местоимение. Кенэ. Энкенэ ноха в. Энкенэ мёнгэм бэ. Так, дальше переводим. Если не секрет. Как переводить? Если не секрет. Секрет. На калмыцком тайна, секрет. НУЦЕ. Или же ещё встречается такой НУЦЕ. Ну, НУЦЕ. Пускай в НУЦЕ. Помните, есть такая книга. Сакройное сказание монголов. Биография Чингисхана. Называется Монгол. НУЦЕ ТОВЧАН. НУЦЕ. НУЦЕ. Если не секрет. НУЦЕ. ЭССЕ. БОЛХЛА. То есть, если не. Вот это оборудование. Если не. Переводится ЭССЕ БОЛХЛА. Да? Если не трудно. ФЕЛЬНЕ СЕБОЛХЛА. Как са? Если не трудно. Трудно. КЮНДЕ ЭССЕ БОЛХЛА. Если не трудно. КЮНДЕ СЕБОЛХЛА. Если не секрет. НУЦЕ СЕБОЛХЛА. Если не по-моему. Не, загнул. Да что? Как это будет? МИНИ ГАР ЭССЕ БОЛХЛА. МИНИ ГАР ЭССЕ БОЛХЛА. Не, вообще говорят МИНИ ГАР БОЛХЛА. Так же? По-моему. А здесь МИНИ ГАР ЭССЕ БОЛХЛА. Тоже такой оборот в принципе есть. Если не по-моему, то я ничего не буду делать. К примеру. Так. Вот если не. Еще давайте какой-нибудь оборот. Если не. Вот здесь в данном случае секрет. Ну, ЦЕСЕ БОЛХЛА. Какой-нибудь такой. Давайте. Если не хочу. А как здесь не хочу? Я не знаю. Если я не хочу, да? И что если не хочу, дальше? Кто не хочет? Ну вот не знаю. Надо же чтобы продолжение было. Я не пойду. Если не захочу, не пойду. ДУРГО ЭСЕ БОЛХЛА ОТУШКОВ. Если не захочу, не пойду. Наверное, так? ДУРНУГА ЭСЕ БОЛХЛА. ДУРНУГА БОЛХЛА. Если нет желания, то я не буду делать, да? ДУРНУГА БОЛХЛА. ДУРНУГА БОЛХЛА ОТУШКОВ. ДУРНУГА БОЛХЛА. Если не читал будет. ДУРНУГА БОЛХЛА. ДУРНУГА БОЛХЛА. Тогда не знаю. Тогда не знаю, да? Короче говоря, не знаю. Сам я запутался, короче говоря, с вами. ДУРНУГА БОЛХЛА. Если не читал будет. Что-то я там на первом занятии хорошо все так объяснил, а вам что-то вы что-то сами не пойму. у вас не объясняется. Короче говоря, если не секрет, если не трудно. ДУРНУГА БОЛХЛА. Да? Получается так. А, еще давайте такой. Если не понял. Давай я повторю. Да? Если не понял. Если ты не понял. Если метцин бол хла. Правильно же я говорю, да? Если метцин бол хла. Если метцин бол хла кельчике. Если не понял, скажи, да? Я просто хочу вот эти фразы такие вам перевести, вот так прям, чтобы вы запомнили просто их. Как они должны произноситься. Понимаете? Без всякого там объяснения грамматики и так далее. Так, давай дальше. Что там? Если не секрет, сколько вам лет получается? Ну, это не работает. Ну, это не работает. Ка? Так, кеду тэвт. Кеду тэвт. Вон там тоже расшифровал я. Кеду тэвт, смотрите. Здесь не работает. Надо где-нибудь здесь сидеть. Ну-ка. А, вот. Кеду тэвт. Нет, я вам расписал, можно сказать, вот это слово кеду тэ. Кеду это? Сколько? Кеду тэ. Тэ что такое? Вы. Нет. Тэ это суффикс числительного, обозначающий возраст. Кеду тэ. Хойртэ, гурртэ. Там не надо джиле говорить. Если вы к числительному добавили суффикс тэ, то здесь нужно знать, что только речь идет о возрасте. Энэ кэвэн хойртэ. Два года, да? Этому мальчику два года. Да? Там, например. Минецкэ там джирин дола тэ. То есть речь идет только о возрасте, если тэ добавили. Да? Вот к вопросительному слову кеду сколько добавляем кеду тэ. Потому что речь идет о возрасте, мы хотим поинтересоваться. Потом что такое вэ? Вон, следующий. Кеду тэ вэ. Это вопросительная частица. Кеду тэ вэ. И тэгисно что такое? Тэ. Это обращение ко второму лицу. Частица второго лица. Если это было бы обращение на ты, то частица была бы какая? Че. Че. Кеду тэ вэ. Че. Че. А если это было бы, шла бы речь о ком-то, о третьем лице, о ком-то? Там частица нужна? Да, да. А ну-ка давайте пример проведем. Сколько лет мергену? Как переведете? Мерген. Кеду тэ вэ. Все. Там частицы нет. Понятно, да? Видите? Раз. Корень. Суффикс. Частица. Частица. Друг за другом добавляются. Друг за другом добавляются. Мерген. Та кеду тэ втэ. Тана этсиктн кеду тэ вэ. Тана эктн кеду тэ вэ. Чи. Ни кюй кэнчин кеду тэ вэ. Мергенен мене келисы сурурмут. Поняты? Да. Дальше идем. Кем вы работаете? Как переведете? А, вон там он, я уже написал. Кем вы работаете? Там был такой вариант в той группе. Кем вы работаете? Та чи или та югар кэдль нэт. Или та югар кэдль дэфт, говорят. Да? Ну это буквальный перевод с русского на калмыцкий. Буквальный перевод. Здесь по-калмыцки будет, какая у вас профессия. Та, ямаран, эрдым тэ вэ тэ. То есть, кем вы работаете, это по-русски мы спрашиваем, а по-калмыцким будем спрашивать, какая у вас профессия. Поним? То есть, буквальный перевод здесь не подходит к калмыцкому языку, нужно, в смысле, здесь уже немножко другое, как сказать, мышление по-калмыцки. Та, ямаран, эрдым тэ вэ тэ. Здесь мы опять объясняем. Смотрите, вот слово эрдым тэ. Эрдым это? Профессия. Профессия. Тэ. Это уже не суффикс возрастной, как у числительного. Здесь в данном случае тэ. Та здесь в данном случае окончание этого совместного падежа. С чем? С профессией. Чем обладает, какой профессией обладает? Эрдым тэ. Например, кэвит тэ. Хойр кэвит тэ. Двой детей, да? У него есть. Здесь в том же, такой же пример. У него есть профессия какая-то. Да? Там. Даламёнг тэ. Да? Или там. Гурум патирта. Патиргисын? Квартира. Квартира. Тэгат. Поэтому эрдым тэ. Какой профессии? В. Вопросительная частица. И тэ. Обращение ко второму лицу. Какая у вас есть профессия? Ну, буквально переводится, да? Обладаете ли вы какой профессией? Ей. Вопрос. Сколько у тебя денег? Тайямаран мюнгэн тэ. Сколько у тебя денег? Да. Не, ямаран здесь никак не подходит. Ямаран это какой же? Кеды? Сколько? Кеды мюнг тэ. Да. Чи? Чи как-то. Чи кеды мюнг тэ. Чи кеды мюнг тэ. Типа в ресторане не хватает, да? Мы спрашиваем друг друга. Тебе сколько денег? Чи кеды мюнг бэнэ? Нанды тэ. Тэм тэм бэнэ. Вот. Дальше идем. Тана эрдым ямаран бэн, можно сказать. А можно сказать. Тайямаран эрдым тэ вэ. Опять-таки обращаем внимание. Видите? В первом вопросе. Тайямаран эрдым тэ вэ. Тэ. Вэ в опросительной частицы. Видите? А в следующем предложении. Ямаран бэ. Потому что в данном случае заканчивается на звук н. Ямаран не было, ямаран бэ стало. Вы учитель? Та бакши. Та бакши. Тэ. 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 В данном случае добавляется в опросительной частицы и е. Потому что это общее предложение. Там нет вопросительного слова. Понимаете? Вопросительного слова нет. Уже частица другая. Та бакши. Тэ. Это обращение ко второму лицу. Та бакши-те? Та сургульчей-те? Та бакши-те? Я что спросил? Та сургульчей-те? Та сургульчей-те? Не, не. Ты переведи мне, что я спросил. Вы ученица? Та сургульчей-те. Та сургульчей-те так сделать? Та бакши-те? Уга. Би? Би студентка. я он где-то там было стой нет они же значимой уютнгисон студент и студентка би-ой-утумба пойдет и так мы с вами разговаривали когда пойдет пойдет а чё так не пойдет да пойдет ты санал ты санал ты санал че санлычи че бадмичи че кеймой как это где остановить кем вы работаете вы учитель табак шить и а вот это следующий вопрос капитая маран бакшут принципе здесь смотрите вот этот вопрос да то я маран бакшут видите да буквально можно как пивы какой учитель хороший и плохой принципе здесь наверное должно быть учитель чего должно быть правильно то юн бакшут юн бакшут чего да вы как чего учить то юн бакшут а не я маран наверно юн правильный я я маран тоже можно вы какой учить оружие глупо так-то юн бакшут вот так вот правильно стороне как зовут вашего отца лучше будет наверно кембе она из кинерин кембе она из кинерин кембе я не зря вам уже три раз повторил там дальше период еще такие же много таких период как зовут вашего деда она а венерин кембе здесь лоха рта что-то узкочил карта как переводится рт дорогой ну смысле очень дорогой для вас человек какой если вы обращаетесь к нему харта харта бакши какой-то там дорогой учитель который очень дорог вам резкий шулю так или шулин не харта это очень дорогой дорогой обращение это харта бакши харта там по имени в отчество коньки назвали да винта это винт это уважаемый также харта это вот именно дорогой где нет не пойдет так а винта на как как зовут вашего отца как зовут вашего деда то на а вене рынке мб только так где а винт где-то имя деда кого родитель поддержку ему не понял надо какой-нибудь пример провести например а винт мере и кин чан сын ци и джин дон и джин дун как переведем мами мы песня о мамы ночи переводить по другому там для для мамы на искры сюда там и джин чан сын ци тоже такая песня как периоде бабушкин чай может так пересили мам мамин чай и так далее так но это мы придем туда кина юна вопросики на юна кого чей чей так дальше вот здесь деда а вин поэтому какая профессия у вашего отца не профессия она сана ицкин эрдым ямарамбы она искина я написал она искина ямарамбы у мамы у мамы и мамы там она и кин не эрдым ямарамбы а кюкен она и кинердым ямарамбе мини и кэ повар зама че заман ходки гачи да написан ну может вообще заман это столовая кухня зама чеки кельдем ну есть такой термин так кота на ицкин эрдым ямарам не знает так мер ген чинецкин эрдым ямарам зала че зала че зала че гичкель джо лхе джо ла че гичкель джо ла че зала че гисмеджене водитель джо лаги сын это по воде с помощью которых управляли повозкой лошадьми да и на современного джо ла че гичкель джо ла че ги сын водитель шофер джо ла че тоже от слова зала хэ от слова джо ла а зала хэ это управлять так что там дальше ваш отец врач а юн какой это вопрос вот ваш отец врач тана ицкин эм чие ответ и минец кэм че тана ицкин эм чие ну и можно любое слово подставить профессию тана ицкин ну давайте еще какую профессию парочку подставим тана ицкин бакши ваш отец учитель еще любую профессию джо ла че ахла че она ицкин а че ахла че че профессию за рахте где-то судья да или юрист ахла че это юрист за рахте тана ицкин ахла че там я еще хотел один ахла че ахла че как переводится как переводится как переводится аргала че от слова архта залу ахла че предприниматель от слова предприимчивый деловой и снега завер деловой архта архта залу знаете здесь выражение слышали предпринимчивый деловой крутой такой какой-то мужчина аргала че предприниматель оютн студентка че оютны и че оютны и че а че оютны и че би оютны да че ямаром курсы на уютны и че какой курс ну би сурчанова можно так ответить а может забегу рда че курс ноют и огонь дана это ваша дочь это ваша девочка и не ваша она кукуния это на кукуния нет и мы было бы если вопрос какой-то был бы еще вопросей слово о ese там та? крюк Gaga играть и ни на тана там а кукун это узнает красивое главное тут че там а куку optional это чужая. Как её зовут? Энуна нерин? Кембе. Здесь видите Энуна нерин. Здесь категории рода нет, что она, что её, что его. Энуна будет. Ну Энуна это будет какой? Энуна, это который рядом с вами, а который вдали от вас? Терюне. Или тер кюйкне. Эны кюйкне рядом, тер кюйкне вдали. Сколько ей едет? Эне? Кедута. Кедута. Кедута в. Как она похожа на маму? Оно написано. Не успел стереть. Дурасында. Ягче. Ягче. Экэн дурасымбэ. Экэн дурасымбэ. Вы знаете эту фразу, да? Многие слышат, в семьях иногда её используют. Экэн дурасымбэ. Ягче. Экэн дурасымбэ. Но он. Как ты похож на май гард. Как похоже на маму, как похоже на отца. Но это можно в разных этих, и в отрицательном, и в положительном моментах говорить. Так же? Беадельгисн – это внешность, беадельгисн – это вид. Беадельгисн – это вид. Беадельгисн – это вид. Видите? «Дурасын – В», потому что на Н заканчивается, поэтому Б стало. Беадельгисн – В. Опять-таки, восклицательное предложение. Беадельгисн – В. Так, у вас большой дом? Да. Беадельгисн – это вид. Беадельгисн – это вид. Беадельгисн. Беадельгисн – это вид. Вспоминаем, я вам на первом или на втором занятии объяснял разряды числительных. К числительному, если добавим суффикс «хн», получается «всего». Ограничитель числитель «всего». Как переведем? Всего три. Хойрхын – «всего» два. Таухын – «всего» пять. Понятно, да? Очень так же. Танагерэ икейи уга, манагерэ икебиши некхын даухырта. А сколько этажей в вашем доме? Танагерэ кеды даухырта в. Даухыр – это этаж. Даухыр. Даухыр – это сложный, если грамматический термин. А как вот каблук? Не, эскет пятка. Эскет соктык би. А каблук-то знает как? Конечно, даухрыг, конечно. Даухрыг, как каблук. Сколько этажей в вашем доме? Танагерэ кеды даухыртал, да? Дальше. Сколько комнат в вашей квартире? Переводим. Вот это не тот перевод. И у Наталья Сурджанача, с какой целью интересуюсь. А вы перейдите. Вы перейдите. Вы перейдите. Основную фразу. Сколько комнат в вашей квартире? Танагерэ кеды хоратавэ. Танагерэ кеды хоратавэ. А? Квикар? Танагерэ кеды хоратавэ. Мана. Патир. Хоратавэ. Вы, потому что это вопрос и частицы. Мана патир не хоратавэ. Так, сколько комнат? Юна Таля Сурджанача. Как перейдем? С какой целью спрашиваешь? Для чего спрашиваешь? С какой целью интересуюсь? Какой номер вашего телефона? Ё-моё, вот в телефон дошли. Вы же должны были мне свой номер телефона выучить на калмыцком. Какой номер вашего телефона? Перевод. Тойгисн? Номер. Переводим вопрос. Тана. Телефона. Тойг. Ямарамбэ. Ямарамбэ. Тана телефона тойг, ямарамбэ, кэкэн? Вот ты на первом парте сидишь. Ну что, я же не виноват, что ты. Тана телефона тойг, ямарамбэ. Кэлли, хэнгарки. Мерген, записывай. Мини телефона тойг. Телефона тойг. Тойг. Так. Плюс семь. Плюс семь. Ну, наверное. Дальше. Ну, 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 смелее, что ты шепчешь. Смелее говори. Громче. Девятьсот шестьдесят один. Девятьсот шестьдесят пусть будет, давай. Исунзун. Джирин. Так, дальше. Сейчас запишу. Исунзун джирин. Дальше. Тридзидендесят семь. Горвунзун. Тридзидендесят четыре. Помогаем. Тридзидендесят четыре. Горвунзун. Горвунзун. Йирин. Дервин. Дервин. Дальше. Двадцать ноль ноль. Двадцать ноль ноль. Хойр, гурвун ноль. Хэрин, хойр ноль, да? А можно сказать, хэрин ноль ноль. А хойр ноль ноль нет? Не знаю. Не, у нее двадцать. Нет, две тысячи. Ноль ноль. Две тысячи же получается? Не, ну это уже слишком. Две тысячи, что ли, скажете? Ну, ну. Тридзидендесят четыре, две тысячи. А почему нет? Двадцать ноль шесть. Двадцать шестьдесят. Двадцать семьдесят один. Хэрин далу небен. Ну, то есть по десяткам, то есть, нужен. Потом дома разберешь. Так. У вас большая семья? Тана. Эркабиле. Ики. Ики. Тана, Эркабиле, Ики. Тана, Эркабиле, Ики. Ики. Так. Уга, Икебеши. Икебеши. Ответы, вопросы, ответы. Какой ваш адрес? Вот. Адрес как на канонском? Хаик. 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 Хаик – это номер. Хаик – это адрес. Не Хаик, а Хаик. Хаик. Какой ваш адрес? Давай, кто-нибудь адрес мне должен сейчас сказать. Тана Хаик. Не Тана, Мини Хаик. Мой адрес. Можно сказать Мини Хаик, а можно сказать, я живу. А он написан, какой ваш адрес? Иде он написан. Ну вот написан, какой ваш адрес? Ну я спрашиваю, а вы должны мне адрес сказать. А, мы должны сказать. Би? Хань? Чай? Хань, мы еще индекс скажите. Цифры же все равно. А микрорайон какой? 358, 040. Микрорайон. Микрорайон так и будет. Бахчуден микрорайон, да? Бахчуден микрорайон пускай будет. Би? Би? Бахчуден микрорайон. Микрорайон, да? Микрорайон, да? Бахчуден, такой-то герты. Получается, арвун долан герты. Не арвун долан, какой? Порядковый часик, ГЧ да более. Арвун доллакче, да? Доладыкче. Доладыкче герты. Герты. Зурган квартир. Шестая. Зургадыкче. Зургадыкче патер. Ну это если ты расскажешь, я в такой-то квартире, в таком-то доме живу. Теперь улица, кто на улице живет? Би? Адрес можешь сказать? Давай попробуй. Вот. Так, чуть-чуть давай подправим, подкорректируем. Дружба Гидык. Ульн-стэ. Негдэкчэ гэртэ, наверное. Негдэкчэ гэртэ бэээ. А если вы будете говорить так, мини хаик, мой адрес, да? Советский Союз. Мини хаик, короче говоря. Эльста-балксэн. Нэмдэкчэ микрорайон. Учтэкчэ гэрэ, тэмэ тэмпатэр. Понятно, да? А если будете говорить так, произвольный формит. То бээээнэ. Таком-то бээээнэ вживу. Негдэкчэ нэрэ. Негдэкчэ нэрэ. Теперь еще раз повторим. Если это дружба Гидык ульн-стэ, а если имени кого-то? Нэрэ. Нэртэ. Нэртэ. Нэртэ, да. Клэйкавин, Нэртэ ульн-стэ. Северо-западная Гидык ульн-стэ. Если имени, то нэртэ. Если просто там какой-то улиц, то гидык. Эй, Нихайбальдэ. Теперь давайте еще один вопрос. Какая на улице погода? Газакэ. Газакэ. Вы мне вопрос переведите. Газакэ. Газакэ. Тэгэрм бэээди. Ямарам бэ. Газакэ. Гыртэм csэ. Гыртэмчэ это природа. Гыртэмчэ, через и пэрой. Гэртэпэ. Газакэ. Я сейчас напишу. Потом забуду всех. Пишу я. Тенгринбе – это погода. Или природа. Ир-те-м-джи. Это природа. Тенгринбе – это погода. Вот. А, это я не там написал, да? Выше надо было написать. Ну пусть будет. Сегодня ветрено. Как сказать? Эндр? Сальктай. Вопрос, вопрос. Эндр сальктай? Сальктай. Сегодня солнечно? Нартай. Эндр? Нартай? Если вот так. Сегодня, например, дождливая погода? Сальктай. Эндр? Эндр. Хуртай? Эндр. Эндр? Эндр? Ямарин тенгирин бәрил болуа? Келтин. Кель шахт. Эндр? Эндр? Сальхин. Эндр? Ну потому что мы подключаем наш канал, что наши получили Арунтаун Градзу Дуланбулы, из которых мы ещё хотели узнать, да? Можно еще предоставить, может не знать, они правда ли? Есть Арунтаун Градзу Дуланбулы? Салькин Уляный? Уга. Салькин Уга? Салькин Эндер Улясон Уга. Салькин Эндер Улясон Уга. Так, все. Теперь курсивом. Все, что написано курсивом, это я молчу, вы говорите. Так, здесь, в этом пособии так написано. Пожалуйста, заново все начинаем. Слух говорите громче. Так, больше, на. Так, чек. Так, если ответ прозвучал у одного мергена, или кто-то сказал, все равно надо повторить, повторить надо. Произношение отрабатывайте. Эне? Эне? Альде? Кедлене. Эне альде кедлене? Кедлене. Ответ. Больнички. Эне? Больнички. Эне больницы кедлене. Да, или кедлене. Если цена говорит, то именно сейчас, да? Если вообще работает, то кедлене. Кедлене. Пускай будет энне больниц кедлене. Кедлене. Дальше. Эне. Ямаран. Нертте. Энне. Энне нерин кембе. Энне нерин кембе. Энне нерин кембе. как бы я не хотел помалкивать не получается дальше так теперь еще одна особенность да пока мы правила не знаем придется мне ее напечатать ваша мама работает печатаю она и к длины были на где вопрос и знаков так теперь для сравнения еще одну форму напишу она и к аль d домик что там вопротивное предложение что второй вариант вопросил предложить но в первом вопросительное предложение было глагол был к длину во втором к длина почему потому что льды поют она их не к длины я вот у вас все время спрашивает медиками медик джан и то есть общий вопрос вопрос нет вопросительного местоимения когда вопросы места не появляется то глагол остается такой же первоначальный форме она и к длина ответ да и меня как и длина или менее как и длина дальше она доктор доктор она мч и не бакши бакши и этого просим часис лугаин бакши как ее зовут енина нерин нерран кембе кембе енина нерин айса енина нерин айса сколько и львы Корректор А.Кулакова У вас есть старший брат? Ахтай Да, ахтай Танды Ахы Бену 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 Вопрос? Ведь им pair страны. КакScottülена? Кто 끼? Гавасэнсургулчиревъем? Гавасэнсургулчирь? Гавасэнсургулчиря. Классин Сургульч. Почему они? Сургульч. И они дунды Классин Сургульч. И пановой пошло. Давайте дальше. У вас есть сестра? Танда. Танда. Танда Экче. Беню? Танда Экче беню? Танда Экче. Танда Экче беню? Где называется? Энюна dinero. Евгения. Евгения. Эну want文 какого? Евгения. ЭмECT like? Показать ее что? Может быть кто? Показать ее что? Сестренка это же? А там сестра. Ну ладно. Так, сколько ей лет? Ей 20 лет. У нее есть семья? Да, данном случае может быть евре, да? Эне, евре, евре, своя. Или же можно по-другому сказать, есть семья? Эне, герта, малта. Герта, малкисин. Это уже семья получается. Здесь так же? Герта, малта или евре, евре, бельтай? Почему добавляем слово евре? Потому что семья-то и так есть, мама, папа, так же? А здесь своя именно семья есть ли? Евре, евре, бельтай? Чего? Нет, она еще не замужем. Уга. Уга, бюзгы, не? Уга, не замужем. Энеги, джек, 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 джек. Да, можно так сказать. Уга, энеги, джек, джек, джек. А что? Я не знаю, украинский. Уга, энеги, джек, джек, джек. А еще можно сказать, уга еще не вышел замуж короче. Харде... Харад... У... Уга. Уга. Еще не замужем. Эне, харде, харад уга. Харде? Харде, хархек значит? Выходи замуж. Выходи замуж. Морда дуга. Морда дуга. Морда, это тоже замуж выходи. Эне морда дуга, эне харде гора дуга. Эне, эрк, белян, яга дуга. Коктала дуга. Так. Ё-моё, обратно начинать. Ну это не специально так я не знаю. Какая у вас семья? Ямарамбе. Танайерка биле? Ямарамбе. Ямарамбе. Дальше. Сколько человек в ваш семье? Кеду... Кеду кюнасе? Кюнасе. Токтна. Токтна. Или же Танайерка биле кеду кюнбене? А, так тоже можно. Так тоже можно. Сколько им лет? Как перевести? Эдн. Нет. Если речь идет о возрасте, джиле никак не используется. Эне, эдн кедутаве. Кедутаве. Какая у них профессия? Эдн. Это общий вопрос получается. Эдн. Ямаран. Эрдемтаве. Эрдемтаве. Так. У вас есть братья? Ну, здесь имеется в виду, наверное, не старшие, а вообще есть ли братья, да? Ага. Как перевести вот такой вопрос? Братья. Танды. Ахды. Ахды. Ахду бене. 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 Да. На кого они похожи? Оооо. Ямаран. Не, не ямаран. Не, не ямаран. Кене. Кене. Дурасым. Дурасым. Или эдн, кене, бедлтаве. Бедлтаве. Так. У вас есть дяди, чоки? Есть? Танды. Танды. Ауы. Не, не ауы. Нақцы. Нақцы. Ну, кому как? Ауығыныр. Гағаныр. Гағаныр. Бәні. Нақцы. 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 paradин. Или же за, sha. Кенед». Суффикс. Міні. Сумас说. Нақцы. Ағаныр. Конечно. Есть. Ек. judicial. Аған. Надалин. Жан. Ма Ақын. Нь. Нь. отношение к родственности или профессии то там уже свои правила да если слово заканчивается на гласную в множестве добавляем суффикс с например ноха но хас мекеля мекеля и так далее если слово заканчивается на н добавляем суффикс д мэрн мэрдэ кэвэн кэвэ д ну там определенные правила и так далее так что там у нас осталось то что-нибудь да где живет ваша семья тана-эркабиле альдэ бене какой у вас дом тана-герэ кто убирается у вас доме кто убирается у вас признавайтесь короче не я или я я только я разный вариант есть не я я только я кто убирается у вас дойдя сам вопрос перед ним да ну какую курак и ахул хэр хурат и она гереть и или тана гереги кен Ахул на. Танагириге кен хурана. Яглау, яглау. Ахул х тоже убирать. Но не собирать. Так, кто ходит в продуктовый магазин? Ход холл продуктовый. Ход холл продуктовый. Ход холл продуктовый. Кен хурана. Ход холл продуктовый. Кен хурана. Да? Так. И, наверное, я думаю, последнее предложение. Не? Ну да, есть чуть-чуть. Кто проводится, как проводится в свободное время в вашей семье? Ну видите, по мере возрастания, да, поменьше было предложение, потом еще больше стало. Кто, как проводится в свободное время в вашей семье? Сможно? Возможно ли перевести или нет? Сул цаган. Сул цаган. Сул цаган. Тана эркэ биле. Тана эркэ биле. Сул цаган. Кто проводит? Да, вул. Да, вул дина. Да, вул дина. Да, вул дина. Во никакого правos аналития, что проводит? В принципе, не трудно? Нет. Это еще? А юкина? Юкина можно. Сул цаган, Тана эркэ биле. Юкина. Сул цаг. Сул цагэ? Свободное время. Эркэ биле семья. Юкина что делает? Да. До волна проводит. Да, ладно. Юкина или Юкина? юкина или юнкина а ты спрашиваешь тогда а я просто не слышу юн или юга ю конечно так ну давайте последний что вы делаете праздничные дни bayирин эдирмитт да юкина ты юкина ты юкина и можно тады в общем-то множественный Ну, ответов может быть множество различных. Вот смотрите, это сегодня мы с вами перевели много очень одних и тех же вопросов с объяснением правил, частиц каких-то, окончаний, которые нужно использовать при переводе. Тема была РК Биле. Мы на прошлом или позапрошлом занятии начинали читать текст. Не дочитали его, по-моему, да? Или дочитали? Мини-РК Биле, который назвался. Не дочитали. Мы думаем, скорее всего. Просто на русском языке мы должны были их перевести и с помощью того текста ответить на эти вопросы. Это же обычная тема, когда мы встречаемся на улице с какими-нибудь из своих знакомых, так же? И разговариваем, сколько там у тебя детей, сколько лет им, где они работают, там с вами живут или нет. Правильно я говорю? Правильно. Если вы запомните их, вот именно, что так переводится, что такие варианты есть, этих вопросов, ответов, будет нормально. Это же развитие речи, развитие знания каких-то слов новых, может быть. Здесь я ни одного нового слова, честно говоря, не встретил. А вы? Какие новые слова увидели вы? Много. Много? Оль, жила, много. Я, например, ни одного не увидел. А вы что? Полно, что ли? Например, мне кажется, совсем нет. Ну, водитель, например, я не знала, что это. Ну, водитель, пусть водитель. Еще какой нового слова? Да. А? Этаж, каблук, да? Каблук, да. Каблук. Какой еще? Харта. 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 Ну, все, на одной руке я посчитал все эти слова. Остальные-то все знакомые. Киды, меды, все знакомые. А харта-то дорогой. Харта дорогой, да. Вот, как сказать, в таком режиме, вот мы попробуем, вот следующая, видите, тема, режим дня назвать. Вот, режим дня. Распорядок дня. Я вам покажу, мы на следующий занятие попробуем это все еще раз перевести. Вот, смотрите, я вам советую начать с чего. Блин, здесь что-то надеваюсь неправильно, кажется, одеваюсь, да? А, вот написано, надеваюсь. Одеваюсь, да? Ну, а что, надеваюсь, значит? Одеваю надежду, надеваю... А, нет, как там? Одеваю одежду... Надеваю одежду, одеваю надежду, да? Так же, да? С какого-то языка переводили? Вот так должно быть. Смотрите. Вот вам утреннее, то, что вы по утрам делаете, так же? Да. Вот. Каждый день мы это делаем. Или нет? Позиций не будет. Каждый день это с вами происходит. Просыпаюсь, ну, рано-не рано, не знаю, это не каждый день. Ну, и, честно говоря, это не про меня. Просыпаюсь, короче говоря. Дальше. Встаю с кровати. Все, разминаюсь тоже не про меня. Дальше. Ну, иду, туалет, умываюсь. Все это, все это для... Все мы это делаем, так же? Ага. Вот когда завтра утром встанете, будете это делать. Подумайте, а как же это на халмыцком-то звучит-то? Что я делаю-то, Халимгар? Вы как-то делаете? Бо-с-чанал. 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 Угаджанал или угаджанал? Я же сейчас, да? Угаджанал. Дальше. Расчесываюсь. Не толгаган, ем мой. Усэн. Толгаган, мачка, можно. А Усэн самульджанал. А самулхэ? А самулхэ? Самуэ это расческа. Усэн самулджанал. Да, может быть. Усэн самулджанал дальше. Самулнал дальше. Чищу зубы. Судэн. Судэн. Цевриль. Цеврильджанал. Цеврильнэп. Цеврильнэп. Так. В туалет хожу? Второй раз. Дрекеран. Я скельхэм? Вот это не знаю. Вот это не знаю. Как это не знаете, ё-моё? Судэн сходить в кастрюлю. Не, можно, конечно, буквально перевести. Хотите, я могу вам перевести. Не, а так говорят как? Мирэн-эсхэ это понятно. Есть такое выражение. Мирэн-эсхэ, да? По-голмыцки раньше говорили. Мирэн-эсхэ. Но это причина. Мирэн-эсхэ. Посмотреть, не угнал ли кто-то мой лошадь пока-то приятный стоит. А на самом деле, можно сказать, сегодня на современном поведении, как горчирхэ говорят? Горчирхэ. Тоже перевод как горчирхэ выйти. Выйти и зайти. Лучше, наверное, так сказать, чем Мирэн-эсхэ. Ну, не знаю, как вам. Горчирнэ. Горчирнэ. Так. Что там дальше? Вытираю руки. Гаран-арчч. 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 Заправляю кровать. Ой. Заправляю и расправляю. Будет одинаково. Оран-эсхэ. Яс-эсхэ. 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 Оран-эсхэ. Дальше. Завтракаю. Фотанидне. Наверное, будет не Иднэ, а... Унав. Унав. Эрын. Хотан. Унав. Эрыни. Хотан. Унав. Дальше. Хотан. Унав. Ну, там здесь пропустили вот этот... Много здесь пропущенных. Он сразу на работу уходит. А там что-то много пропущенных. Там этот какого... Попцаны вообще, да. Детей накормить, там этот... Деньги им дать, на маршрутку сесть, с мужем там поговорить и так далее. Холостой. Ну, если холостой, да, может быть. Да. Ягла, ягла. Там смотришься там... Ну, короче говоря, между ними тоже очень много всяких действий. Да, да, да. Ну, я хочу сказать, что я хочу сказать. Короче говоря, вот это действие, которое... Ну, подумайте, как это по-калмыцки, что я делаю? Можно же вопрос задать детям, там, ребенку. Позавтракала? На проезд есть? Что там еще? Это же уже вопросительный. Вопросительный. Как это спросить? Такую ситуацию тоже надо обдумать. Понимаете? Кровать заправил? Там и так далее, да? Ого, я хочу. Носки нашел? Ну, к примеру. Я как-то... Носки как бы? Носки как бы? Шерстяные носки? Или простые носки? Шагал. Шагал, что это написано? Да. Шагал. Шагал, что я не знаю. Эмсин это носки же. Эмсин носки. Эльгумир, Эмсин вязаные носки. Шерстяные носки. Шемик. Нет, Шемик Эмсин не пойдет. Эльгумир только. Так, что там? Прохожу на работу. Прохожу на работу. Прохожу на работу. Снимаю верхнюю одежду. Не просто одежда, а верхнюю. А то скажете хулцан тайльня. Подумаю, что за у вас работа такая. бирк и ултан тайна до верху начинаю работать короче где заказа много еще смотрите ему я думаю так выхожу на работу приходу прихожу на работу выхожу на работу начинаю работать компьютер ключа изи где-то есть выхожу с работ домой а выхожу на обед интерес как и день ход горна и духа там у у на и тогда не жалкий чебуречкин и речи это зокс зокс на мы также по пути захожу магазин как бы по пути зуран 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 белгюрте ор на зуранах по пути зуран дельгерта на порно покупай продукты продукт шибко покупай продукты ход холл культе культе у на прохожу домой гертон гертонер на вот там нужно еще запомнить двери смотрите вот здесь где-то где-то вот умываясь до умываясь так сказать мир гаран улана здесь все вы здесь все существительные будут идти с окончанием с аффиксом ангеле n потому что вы свои руки моете свои руки вытирайте свои волосы расчесывайте и так далее свои ангел корону ванна вот он у на свой чай бьете теряга артинал там гора на артинал свою кровать заправлять сына руки вытираю мой горе не к вина не горе марта на его руки горе не к вина и не то своего сына но это еще такой аборт который мы дальше будем рассматривать свой чужой мой твой и так далее где-то вина не горе не артинал к вина не горы артинал к вина не горы артинал горы нюханал хоты и гнав хоты и гнависы даю его еду пищу вот ну давайте сегодня так будем завершать заканчивать встречаемся мы с вами сегодня у нас 4 встречаемся в понедельник 2 марта 18 00 оставляем время пожалуйста не забывайте про вот эти задания если у вас не получается вот это все перевести повторить самому самостоятельно возьмите пособие там уже есть периодом на русский язык да или есть у тебя вот тоже пособить и да с переводом на русский язык да пожалуйста я еще раз вас прошу дом повторите все это попробуйте произнести рядом с кем-нибудь или с кем по беседу нас есть занятие мы это все повторим заново переведем ошибки ваши исправим произношение ваши подправим и через урок у нас будет текст опять чтение нам нужно многие из нас не могут читать неправильно произносит какие-то слова желательно был конечно монолог какой-то монологическую речь тоже отрабатывать или диалог вопрос-ответ потом уже у нас пойдут новые слова правил и так далее вот такой у нас план работы на два месяца сурурганы все понятно если непонятно еще раз был вопрос задавать спрашивайте может что-то не мы не то делаем все договорились ну все сами это санилки